Сегодня вторник, 15 марта, свою работу продолжает информационная служба канала Я Сергей Кения, здравствуйте и так сейчас в мире Приказ отдан, его исполнение началось без промедления Россия приступила к выводу своей воинской группировки из Сирии Спустя менее чем 5 месяцев после начала антитеррористической операции Верховный главнокомандующий заявил, что ВКС страны в целом выполнили свою задачу в Арабской республике Неожиданное решение Владимира Путина застало врасплох практически всех его зарубежных коллег Реакция международного сообщества на решение Кремля материал моей коллеги Нины Шамуги Прощай, Сирия! Из Арабской республики вылетела первая группа российских самолетов Ту-154 и бомбардировщики Су-34 Минувшей ночью технический персонал авиабазы Хмеймим приступил к погрузке оборудования И подготовил самолеты ВКС для передислокации на аэродромы России Не ждали. Так можно описать новость о выводе российских войск из Сирии Особенно это касается американских политиков, аналитиков и сотрудников разведки Путин снова перехитрил Обаму Этим вопросом задаются западные издания В США о решении Кремля узнали постфактум и не были готовы к комментариям Я не видел эти сообщения и мне сложно на текущем этапе дать оценки по поводу того, какого рода воздействие это окажет на переговоры или какого рода перемены привнесет Мы должны увидеть, в чем в точности заключаются намерения России О намерениях Москвы начать выводы войск из Сирии Владимир Путин лично сообщил Бараку Обаме по телефону В ходе разговора было подчеркнуто, что это послужит хорошим сигналом для всех конфликтующих сторон и создаст условия для начала реального мирного процесса Благородной назвали роль России в борьбе с терроризмом в командовании сирийской правительственной армии Сообщение о выводе российских ВКС из Арабской Республики с воодушевлением встретили в ООН Решение России отозвращать своих сил или начать вывод военных – это то, что мы хотели бы видеть Когда начнется вывод войск, это будет означать, что война отступает, и это хорошо Это новая тенденция по переходу на политическое урегулирование, что стало возможным благодаря хорошему сотрудничеству между США и Россией Решение Путина стало сюрпризом и для представителей сирийской оппозиции Представители высшего комитета по переговорам отметили, что вывод авиагруппы придаст новый толчок в форму Этим шагом российский президент продемонстрировал, что он сам, а не Асад, примет решение о завершающем этапе игры в Сирии Если практически вывод войск будет серьезным, это даст позитивный импульс переговорам Если это серьезный шаг, он станет важным элементом давления на режим Асада, так как российская поддержка продлевала ему жизнь Ситуация существенно изменится Словом оппозиционерам вторит и министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайн Майер считает, принятое российской стороной решение станет рычагом давления на президента Сирии и заставит его серьезно отнестись к переговорам о политическом переходе в стране Впрочем, политологи не сомневаются, межсирийские переговоры будут крайне острыми Главный дипломат Арабской Республики Валид Муалем заявил Мы не станем разговаривать ни с кем из тех, кто хочет обсуждать президентский пост Башар Асад – это красная черта На кону большая сделка Американское разведывательно-аналитическое агентство «Стретфор» оценило последствия вывода российских войск из Сирии По мнению экспертов, решение Москвы свидетельствует о прорыве в консультациях о будущем ближневосточной страны Нужно внимательно следить за соглашениями в Женеве, отмечают специалисты агентства Российские же военные и политические аналитики единодушно признают Успех ВКС в Сирии заставил международное сообщество говорить с Москвой на равных А значит, цель достигнута Ну а в качестве бонуса Россия получит и укрепление рубля Как бы то ни было, Москва оставляет определенный воинский контингент в Сирии Полного вывода не будет Неизвестно, покинут ли Сирию за РКС-400 В России заявили Авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе продолжат функционировать А значит, в случае необходимости вернуться обратно будет несложно Нин Шамуге, РТВА Террористами могут быть депутаты, ученые, писатели, журналисты, правозащитники Президент Турции Реджеп Тайпердаган предлагает расширить список лиц, которых можно привлекать к ответственности За поддержку насильственных методов борьбы По словам главы государства, которого на родине нередко обвиняют в подавлении инакомысля Между террористом с бомбой и тем, кто действует пером, нет никакой разницы Комментируя воскресный взрыв в Анкаре, унесший жизни десятков человек Ардаган призвал турецкий парламент пересмотреть подход к борьбе с террором Распространив ответственность за гибель людей на тех, кто вдохновляет и поддерживает атаки Норвежский стрелок Андерс Брейвик, совершивший взрыв в Осло и устроивший бойню на острове Утоя Которые, по его задумке, должны были остановить исламизацию Европы Вновь оказался в суде Инициатор слушаний сам террорист Заключенный пожаловался на власти за унизительные и негуманные условия содержания в тюрьме Зайдя в зал суда, Брейвик вскинул руку в нацистском приветствии Один из адвокатов объяснил поведение своего подзащитного стрессом Дескать, изоляция плохо сказывается на душевном здоровье Осужденный за убийство 77 человек и приговоренный к 21 году, Брейвик недоволен именно изоляцией Он считает, что условия содержания в одиночной камере нарушают Европейскую конвенцию по правам человека Германия не допустит антисемитизма Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о своей беспокойности проявлениями дискриминации в отношении евреев Свойственной иммигрантам из арабских стран Выступая в Берлине на международной конференции по проблемам антисемитизма Бундес Каслирина призвала внимательнее следить за теми, кто вырос на антиизраильских высказываниях О решимости Берлина противостоять ксенофобии заявил и главный дипломат Германии В ходе конференции министр иностранных дел Франк Вальтерштайнмайер борьбу с антисемитизмом Назвал одной из главных задач ФРГ в ходе председательства в ОБСЕ Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу Я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей Оставайтесь на канале РТВА Редактор субтитров А.Семкин